География охвата соревнований солидная. В различных испытаниях выступили 13 команд из районов нашей области. Это и полоса препятствий, и пожарные эстафеты, а самое главное – так называемая тропа выживания. Состязания проходили под чутким надзором судей соревнований и преподавателей ОБЖ. Главная цель – научить детей правильно себя вести в нестандартных, может быть, каких-то экстремальных ситуациях. Ну и вторая, скажем, задача соревнований – это дать определенные навыки спасения людей в каких-то техногенных, природных авариях. Справиться с прохождением каждого этапа школьникам оказалось непросто. Сказывалось волнение и временные ограничения. Ведь в реальных условиях дорога каждая секунда, и от оперативности спасателей зависит жизнь людей. Для имитации поисково-спасательных работ применяется специальный тренажер «Пионер», который, кстати, разработали специалисты областного центра детско-юношеского туризма и краеведения. А работа школьных спасателей в восковом защитном комплекте и вовсе стала отдельным видом программы. В данных соревнованиях у меня участвует младшая группа. Конечно, с ними меньше работы проводилось, но тем не менее они стараются. Пусть сегодня что-то там у них не получилось, я думаю, теперь на тренировках они уже будут более серьезно относиться к тем задачам, которые ставились перед ними. По словам организаторов, для участников соревнований это не только практика, но и возможность понять и почувствовать благодарную профессию спасателя. Возможно, что для многих из ребят она станет делом всей жизни. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии школьного телевидения «Марс ТВ».